Действительно, наша претензия проведена. Спасибо. Сиди, подождите. 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 Президент Национальной Академии для, извините, беззаказанного потока преступников из Украины на лечение в Шарите, в Швейцарию. А еще не забывайте, что можно поехать полечиться в страну, которая не входит в интерпол и больше никого не видит. Поэтому за это мы не проголосовали и не проголосовали. Теперь очень коротко. Президент Украины четко заявил и сразу после Ставника, и в своем обращении к нации вчера на своем официальном сайте. Курс на евро-интеграцию остается неизменным. Мы проведем консультацию с нашими европейскими партнерами, с нашими российскими партнерами и найдем лучший способ, чтобы с водой не выплеснуть ребенка, не выплеснуть экономическую безопасность страны, не выплеснуть наши рабочие места и будущее наших детей. Что касается провокаций на площадях. Было сразу понятно, что это никакой не мирный митинг. И вчерашние действия, которые были в захвате Киевского городского совета, Киевской городской администрации, попытки захвата администрации президента, блокирования работы кабинета министров, блокирования работы государственных органов и коммунальных служб города Киева, показал, что никакого мира там не будет. Пока есть Ценюк, пока есть Тернебург и пока есть Кличко. Самый деструктивный политик в нашей стране. Даже не более деструктивный, чем Тимошенко, который отбывает срок заслуженного наказания. И чуть-чуть. Как бы ни хотелось оппозиции, как бы ни хотелось, Галлопану не измочил. Партия регионов остается самой мощной политической структурой в стране. Самой монолитной. И то, что сейчас один или два народных депутата, которые... Кстати, практически никогда не были членами партии регионы. Фракции, да, ну, хреба господства. Вышли. Так и слава богу. Каждая политическая система нуждается в самоочищении. Это и произошло. И еще хочу всем заявить на то, никакой подставки правительства не будет. Мы будем работать над благосостоянием наших семей и будущих наших детей. Спасибо. Продолжение следует... За 93 решения принято. Зараз мы переходим до пропозиции, которые пришли к решению решения. Шановные коллеги, пришла пропозиция следующая. От комиссии, поочеря ЦИТО Миколаевича. До проекта заявок додати такий пункт. Підтримати президента Украины Віктора Федоровича Верхъянуковича, який дав оценку инциденту на Майдане. И, соответственно, доручение Генеральному прокурору области щодо терминового и профессионального розвитывания событий на Майдане Незалежности. Давайте я эту пропозицию... По цей пропозиции... Я считаю, что у нас очень сбалансированный текст выступления. Его можно до бесконечности совершенствовать и давать оценку любым событиям. Мы сегодня здесь неоднократно заявили о том, что президент дал четкую оценку тем событиям, назвав их неправильными. Я предлагаю принять в той редакции, которую мы изначально вы зачитали. И я думаю, что сегодняшние наши выступления усилят, в принципе, тот текст, который у нас есть. Миколаевич, не наполягаете нормальную позицию? Снимаете, снимаем. Генет Петрович, слишком, пожалуйста. Уважаемые коллеги, я являюсь секретарем комиссии по социально-экономическому развитию. Сегодня утром комиссия заседала. В ней принимал участие и председатель областного совета Сергей Иванович Чернов. Мы приняли текст, заявление в качестве основы, которая должна выноситься на пленарное заседание, практически единогласно, и с поправками, которые также были приняты единогласно. К сожалению, по различным, не до конца непонятным причинам, этот текст, заявление не был своевременно роздат депутата. И поэтому сегодня на руках на улице несколько текстов, каждый из которых, в принципе, принят за основу. Я хотел бы предложить вам следовать той процедуре, которая сложилась у нас ранее, и которая была практикой нашей работы. А именно, профильная комиссия предлагает тех, которые и являются основой, и в дальнейшем принадлежит принесению на обсуждение, на голосование депутатов. Я прошу следить. Леонид Дмитриевич, я решение комиссии передал, дійсно, враховывая то, что было полгода, и для начала пленарного заседания депутатам при реестрации раздали проект решения без урахования, с точки зрения профильной комиссии, Викторий Рейксуботин, но второй проект решения, который уже доопрацованный, с урахованием, как раз позиции профильной комиссии. Мы, безумовно, сейчас разговариваем и подтверждаем второй вариант проекта решения, с урахованием то, что вы сказали. Больше пропозиции не надходило. Как это не надходило? Мы давали пропозицию. Я вижу вашу пропозицию, не вижу. А за ягод, говорите. Иван Револьевич, пожалуйста, вашу пропозицию. Потом фракции Коммунисты, так? И еще хочется так сказать. Иван Револьевич, пожалуйста. Иван Револьевич, пожалуйста. Иван Револьевич, пожалуйста. Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok